Продолжение следует... 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 больных детей имеющих рак. Исследственная группа по лимфомам была одной из первых подгрупп. Помимо этой подгруппы у нас есть также подгруппа по опухолям почки, по нейробластомам, по опухолям печени и ОЛМ. В будущем наши рабочие планы входят в создание исследовательских групп по рапдомиосаркоме, редким опухолям, опухолям мозга, герменогенным опухолям и также по палиативной помощи. СССР провело два последовательных проактивных исследования с побоклеточной лимфомы. Первое исследование, которое называл ДНХЛ-97, было начато в 1998 году. Это был модифицированный протокол Национального института рака в США. 47 пациентов из 4 педиатрических онкологических центров включались в это исследование, и 3 линии предварительные результаты были опубликованы в 2002 году. Второе исследование, BNHL-2010, было основано на замечательных результатах, которые были получены в западных странах, и дизайн этого исследования был такой, чтобы оценить возможность высокоинтенсивной терапии короткими пульсами. И эта работа началась в 2009 году и продолжалась до 2013 года. В целом было включено 162 пациента в это исследование. Двухлетняя безрецидивная выживаемость 74% составила, которых можно было оценить с точки зрения ответа. В этом исследовании безрецидивная выживаемость была достоверно ниже у больных, у которых были поражения ЦНС, костного мозга, и у которых уровень превышал 4 раза нижнюю границу нормы. И мы затем начали в прошлом году свое исследование проводить по нехоческинским лимфомам. В этом новом исследовании дозы метод кисат и централина были очень повышены по сравнению с предшествующими исследованиями. Кроме того, добавление ретоксимаба к химиотерапии было также предложено для тех больных, у которых были прохо и прогнозы в рамках предшествующих исследований. Два исследования подряд проведены для этой группы по лимфомам. Первое – ЛБЛ-97 – это модифицированный протокол Мемориал Слоун Кеттеринг Центра. 59 пациентов из трех онкологических центров детских было включено. И в общем-то в журналах эти данные были опубликованы, я их привожу здесь. Второе исследование – ЛБЛ-2010 – это был протокол, основанный на БФМ-90. 105 пациентов из семи центров были зарегистрированы в этом исследовании. Двухлетняя бессобытийная выживаемость равна 68%. Для пациентов, которых можно было оценить в нашем исследовании, бессобытийная выживаемость для пациентов полной ремиссии на день 33-й после индукции довольно-таки высокий, выше, по крайней мере, чем у тех, у кого не было получено такой ремиссии. Основываясь на этих результатах, мы начали наше новое исследование в этом году. В рамках этого нового исследования мы стратифицировали пациентов на три группы. Ранняя стадия, поздняя стадия и группа, в которой эффект отсрочен. Мы начали использование аспарагеназу у пациентов, у которых ответ несколько был отсрочен. Кроме того, мы также проводили несколько недель поддерживающей терапии для пациентов на ранней стадии. Анопластическая крупноклеточная лимфома, пожалуй, на нее приходится 10-15% всех случаев у детей. И вот закончили в прошлом месяце это исследование, 73 пациента из 10 центров были включены в это исследование. Терапия была похожа на, собственно, протокол 2010. Двухлетняя бессиметимная выживаемость равна 63%. И у всех 65 пациентов, которых можно было оценить, двухлетняя общая выживаемость, к сожалению, была низкой, только 28%. Мы надеемся, что мы сумеем новое исследование начать в будущем году. И в этом новом исследовании мы надеемся, что мы сумеем включить также и терапию спасения для пациентов с рецидивом. Потому что по опыту западных стран для пациентов с ОЛЛ и ХЛЛ, даже после прогрессирования заболевания или даже рецидива, тем не менее половину из них можно спасти, если пользоваться адекватной терапией спасения. Как я уже говорила, Ходжкинская болезнь, собственно, в этой детской группе довольно-таки не высоко эта цифра. Но в этом исследовании, посмотрите, пожалуйста, мы включили вот такое количество пациентов. И в этой группе мы адаптировали химиотерапию, собственно, удалили прокарбазин. И, собственно, четырехлетняя бессубъективная выживаемость и общая выживаемость оказалась равной 78% и 88%. И вот в группе второй бессубъективная выживаемость оказалась выше для пациентов, которые были пролечены химиотерапией в сочетании с лучевой терапией, но, правда, статистического различия не было получено. 56 пациентов было включено. Вероятно, мы пропустили вот прокарбазин, и вот в третьей группе, собственно, бессубъективная выживаемость оказалась неудовлетворительной. Основываясь на этих результатах, сейчас мы проводим также исследование, называется HD-2013. Поэтому учевую терапию мы не стали проводить у небольшого количества пациентов, у которых ранний эффект на терапию был отмечен. И мы интенсифицировали химиотерапию для пациентов в третьей группе. Что касается трудностей и будущих стратегий. После того, как мы провели все эти исследования, мы пришли к выводу, что общая выживаемость для пациентов с лимфомой на 10-20% ниже, чем в странах развитых. И здесь я лишь показываю некоторые факты, которые могут быть тому причиной. То есть те трудности, которые в наших клинических исследованиях встречаются. Ну, во-первых, недостаточно регистров больничных. И по этой причине, с одной стороны, некоторые очень запущенные случаи в момент постановки диагноза, тем не менее, понимаете ли, могут быть каким-то образом недосмотрены. И таким образом просто недостаточность внимания к ним объясняется отсутствием таких вот регистров. И, кроме того, дефицит такого командного подхода. Особенно у нас не хватает квалифицированных специалистов, морфологов, например, лучевых терапевтов и так далее. Например, раз у нас не хватает морфологов, то, соответственно, мы и не смогли создать возможности контроля морфологического в ходе нашего исследования по лимфоме. А ведь для лимфомы морфологическая оценка очень важна. Ну, и неравенство, конечно, в том, как услуги предоставляются пациентам детских клиник. Вы знаете, Китай такая огромная страна, что у нас разные регионы, развитые по-разному. Это, к сожалению, отражается и на больничной системе, в том числе детской. И, кроме того, конечно, недостаточно медицинских препаратов. Например, там, венкристин, там, венбластин и так далее. Не всегда это все можно купить иногда на рынке в Китае. По этой причине мы не всегда можем полностью повторить тот вид терапии, который используется так успешно в западных странах. Но и, наконец, недостаток финансовой поддержки для проведения многоцентровых клинических исследований. В настоящее время Комитет по науке и технике Китая инвестирует в основном фундаментальные исследования. По этой причине мы попадаем в трудные ситуации с точки зрения сбора данных, интеграции и длительного динамического наблюдения наших пациентов. И также, несмотря на все эти проблемы, двигаться вперед нужно. И будущая стратегия у нас ассоциируется со следующим. В отсутствии исследований, проводимых в западных странах, наши исследования, их протоколы в основном не на научных проблемах сосредоточены. Поскольку, конечно, в общем-то, в западными странами уже их исследователями все довольно подробно было изучено. И поэтому мы, конечно, пытаемся всем этим пользоваться для того, чтобы работать с ситуацией, в которой мы сейчас работаем в Китае. В этом процессе мы пытаемся продолжать адаптировать это все для ситуации в Китае. И, конечно, пытаемся нарастить возможности на местах образования, соответственно. Мы пытаемся сделать так, чтобы и медицинские услуги, а также уход для наших пациентов мог бы быть обеспечен. И стараемся предоставить необходимое обучение и подготовку. Потому что в настоящее время наша основная цель – доказать, чтобы были такие же хорошие результаты для лечения наших детей в Китае, как в других странах. Спасибо большое. Спасибо, доктор Гао. Мне очень понравилось Ваше выступление, поскольку это как бы открывает глаза на то, что на самом деле онкологическая практика в детей – это не только связано с таргетной терапией, новыми, ГИБП и так далее, но в конце концов, ведь просто связано с какими-то основными, полагающими, такими основополагающими моментами, которые необходимы в каждой стране для того, чтобы детям предоставлять равные возможности терапии. Спасибо.